Начнем нашу конференцию. Прежде всего я представлю главных тренеров команд. Нигений Игорь Валерьевич, команда ЦСКА и Кудышев Алексей Николаевич, команда Локомаги. Прежде всего поздравлю и команду и вас с началом сезона в Ярославле, команду успехов в сезоне, вам счастливой, хорошей работы и личного счастья. И начинаем нашу конференцию. Игорь Валерьевич, ваше слово, пожалуйста. Хорошая игра. С одного дня победой, начало чемпионата, и я думаю, что для Ярославля для нас ощущалось нервозностью, ребят, но это нормально. Может быть, мы не по преимуществу, что игра уже вторую игру. Это и нам не способствовало. Спасибо. Спасибо вам, пожалуйста. Наверное, мне даже и добавить-то нечего. Я хочу единственное поблагодарить болельщиков за сегодняшнюю поддержку, поздравить с началом сезона. Игра была и хорошие моменты были, и плохие, но это и нервоза, поздности. Первая игра. И, как правильно сказал коллега, что ЦСКА имела небольшое преимущество из-за того, что уже игру они сыграли. У нас где-то практически недельная пауза была, поэтому в движении где-то мы уступили. Спасибо. Переходим по вопросам, по традиции. Тренер в гостей вопрос, Игорь Валерьевич. Сегодня ротация была бы условно неудачным матчем в Санкт-Петербурге или кого-то из игроков специально под Ярославль готовили? Нет. У нас на данный момент нет специальной ротации или там ротации от прошедших матчей. И ребята получат сейчас все игровые шансы. Дальше, как игры покажут, скажем так, плановая замена. Ребята вышли и, в принципе, играли хорошо. Давайте по мне... Алексей Николаевич, серия были там интересна для болельщиков. А вот возможность Алексеева была у вас в плане? И до него очередь не дошла бы к пятому? Ну, знаете, как... Вообще он сказал, что он не бьет после матча в Булет. Поэтому, естественно, мы же смотрим на тренировках, выигры, психологическую стоимость, кто что делает, соперник, как играет, имею в виду, вратарь. Все учитывается. Поэтому приходится... И, естественно, гадать иногда приходится. Это, как, наверное, все. Ваш. Алексей Николаевич, сильно расстроились в том, что сегодня с игры не сумели забить? Ну, да. Да, потому что были моменты... Все равно в таких плотных играх, естественно, их много не бывает. И поэтому эти моменты надо доводить до ума. Они были, но исполнение было нехорошее. Слежу. Можно вопрос? Первая пятерка показалась сегодня. Была такая не в своей тарелке. Может быть, связано это с тем, что ребята вызывали в сборную и были травмы там у Контьева, у Толбу. Может быть, но что сейчас об этом рассуждать? Будем смотреть дальше, сколько они будут набирать. Спасибо. Еще есть вопросы? Следующий, Алексей Николаевич. Следующий год будет оттенцов составить? Посмотрим, посмотрим. Возможно. Заканчиваем? Ну и вообще, насколько Локомотив в последнее время постоянно начинал игры на выезде, да? Насколько сегодня было принципиально, наверное, все-таки выиграть дома? Ну, первая игра домашняя, она все равно случается. На выезде или дома. Поэтому, ну, как-то к ней, ну, мы, знаете, не обсуждаем эту графику. Была домашняя игра, естественно. И соперник, посмотрите, какой хороший. Поэтому, ну, готовились к ней особо. Ну, вот не хватило немножко всего. Была бы на выезде. Ну, соответственно, все равно приехали домой, а она была бы первая. Никуда не денешься от этого. Спасибо. Все? Кто должен был быть? И пятый. Кто? Пятый. Кто бы был? Гимн Галин. Женский вопрос. Секрет. Глубин готовился. Игорь Валерьевич, с вами не прощаемся. У нас тут долгая история будет матчей. Нашей команде удачи. Игорь Валерьевич, с вами был Игорь Негода.